Сегодня на рабочем столе Ирины Корчагиной заветная статуэтка. Ее сюжет о бездомных Марат Ярушани получил признание на федеральном уровне в конкурсе «Современник» на экране в рамках фестиваля «Герой нашего времени». Путешествие Марата Ярушана за 3000 километров ради спасения Маруси Яценко из Барнаула растопило сердца россиян и членов жюри престижного конкурса. Я его и не понял сначала о сумме, как о сумме. Я подумал, 21 миллион – это ладно собрать. Но когда он еще сказал, как 120 миллионов, я с ним чуть не присел. Говорит, пойдешь со мной? Я говорю, конечно, пойду. Что такого? Девочка больна спинальной мышечной атрофией. На ее лечение требуется более 120 миллионов рублей. Марат и Ярушан прошли 60 дней от Казани до Барнаула, чтобы привлечь внимание к этой истории. Репортаж, к слову, и написала и сняла сама Ирина. Не на профессиональную камеру, а на телефон. Сюжет взял приз в номинации «Мой герой». Это работа моей коллеги Ирины Корчагиной. Сама она не смогла приехать, но она сейчас, прямо сейчас смотрит трансляцию. Я передаю ей огромный привет. Сам фестиваль «Герой нашего времени», в рамках которого и проходил творческий конкурс, длился три дня. Десятки журналистов от Калининграда до Владивостока прошли мастер-классы у ведущих, тележурналистов, режиссеров федеральных каналов. Фестиваль «Герой нашего времени» дает большую возможность расти в плане профессиональном. Ты приезжаешь, в данном случае фестиваль проходил в Тольятти. Туда съехалась, ну, наверное, практически вся страна. Тележурналисты из различных регионов, ты общаешься с ними, получаешь какую-то информацию от них, питаешься их энергетикой, их знаниями. Этот фестиваль не только знакомит тебя с этими людьми, но и с их работами, которые дают такой багаж знаний, которые ты, естественно, будешь использовать и в своих репортажах. Отметим, фестиваль организовала Национальная ассоциация телерадиовещателей при поддержке правительства Самарской области, ВГТРК и Минцифры России. Елена Кузовкина, Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком.